всем привет с вами тэд и сегодня покажу вам супер крутой билд ордер на билд за протоса starcraft 2 лего все взывает это макро билд весьма весьма прикольнейший вот буду показывать основные моменты билд моя моя разработка но он он крутейший он на самом деле крутейшим и сразу скажу что не забывайте кинуть лайк коментик и я вам покажу из этого же открытия из этого же начала шикарный аллен кто не хочет играть макро обязательно ставьте лайк все равно посмотрите потому что реально классная классный билд классная идея и дальше соответственно увидите как можно из-за него алынить а алыны из него получаются мощнейшие мощнейшие вот итак мы начинаем пилон гейт на разведку это против зерга билд нам стоит отметить вот и он гейт размер разведка бустим пробочек газ все едем смотреть фильм смотреть чем будет заниматься зерк зерк же будет заниматься чем он должен поставить хату но это логично потому что если хату он не ставит то мы играем против 12 пола в теориях и значит нам нужно подниматься уже как-то реагировать играть естественно там второй гейт пилон кибернетка бустит зелков ну то есть это чуть другая игра бы если зерк стоит хату то все окей кстати будьте всегда внимательно если у хаты жизни больше то есть они где-то вот настолько заполнены это 700 жизней можно кликнуть посмотреть это 15 хата с экстра дронов и вас могут линдами задушить вот но если здесь увидеть то вообще все окей можно сделать там круг почета можно сразу домой тут уже как хотите разведывайте вот пробки на газ идут роли поинтом из минерала мы снимаем соответственно пробочку ставить nexus на двадцатом лимите ставим и бернетку на двадцатом лимите поднимаемся наверх газ все стандартный gate expand gate 2 база у нас полная экономика здесь начинается первая такая маленькая финти флюшечка это то что мы заказываем stalker и обычно как вы знаете мы должны против зерга там кинуть буст на юнита да на адепта побежать вперед что-то начать разведывать задавят нас или нет чтобы понять строить третьего юнита или нет ну короче очень очень много вопросов возникает но как их легко убрать все эти вопросы очень просто мы кидаем бут и ставим просто вслепую батарейку на самом деле за счет этого пуста мы очень много пробок настраиваем на ранее этапе игры и в принципе ну линги в это время еще не добегутся стандартного открытия не как если вам очень очень приплет вы можете кинуть буст еще stalker или в юнита да то есть если надо реально вы можете тыкнуть бут сейчас по юниту по второму к примеру ну либо на середине stalker но обычно не надо поэтому вот здесь все отсюда так и строится батарейка вслепую stargate после stalker сразу сентриан на первый газ и как только nexus достроился еще два буста кидаем то есть мы очень быстро развиваем экономику вот прибегают песики все в принципе логично понятно делаем сын 3 под батарейка никаких шансов у псов конечно же нету мы мы тем временем пробки 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 строим гейт гейт его можно строить можно не строить он здесь был поставлен как бы чтобы показать что вы можете stargate ставить и сверху если вам удобно но мне нравится ставить его в стенку и при этом не ставить этот гейт в принципе на то есть это продолжать ничего не мешает на самом деле сидеть на одном гейте вот но в целом как бы для безопасности вы можете иногда его доставлять как дополнительное здание в стенку или еще ну или stargate сверху ставить вот тут уже на ваш вкус вот сразу идет грелка и и мы тоже не пустим грелка это вайдрей и мы не пустим вайдрея по одной простой причине потому что мы опять же идем в экономику нам всего хватает если сейчас побегут бейлинги то вы можете конечно же его пустить то что бейлинги в ближайшее время могут прибежать вот вы можете там как-то разведать типа сталкером выйти на чуть-чуть буквально но обычно на самом деле батарейка сталкер центре выдерживает были на глаз то есть ну нету такой жесткой цели бустить байдрея и мы бустим еще раз экономику вот у нас оверы уже летают ну это опять же нам ничем не мешает то что у нас тут летают оверы вот газы газы самое главное чуть не забыл газы но ставится пораньше а именно в 3 30 можно даже еще раньше то как успеваете вот если гейт вы не ставите 2 можно газы чуть пораньше поставить всем газы показал за уже их наполняем в эндрейм начинаем чистить овера в принципе это вся его задача а здесь тем временем мы уже ставим нашу технологию то робот вайлайт фаржа и посмотрите если вы все делали правильно у вас уже в там в 410 то здесь о чем небольшие ошибочки допустил но в целом в целом 410 можно сказать у нас полная экономика но она могла быть полный спитом как я говорю не допустил одну маленькую тут ошибку то есть вот это ваша цель основная в 410 иметь полную экономику на новых базах все робот вайлайт фаржа и если мы играем макро то мы делаем варб двух адептов опять же и сразу же бежим занимать следующую базу ставим база пилон пилон адепты 2d приводой спокойно ее защищают и продолжаем строить пробок тем временем делаем charge плюс один и начинаем делать иммортал только для начала всегда мы начинаем делать observer то есть еще нам этот об сервером придет нам показывать в принципе бегут ли в нашу сторону кита юниты количество рабочих у зерга на 3 это информация которая нам сейчас принципе важно из которой мы можем уже работать вот видим что зерк начинает летать на сутовером наконец вернулся она принципе нам все равно мы сидим здесь спокойно что реально нам все равно занимаемся уже газы на 3 продолжаем достраивать этих рабочих и обязательно на 3 делаем статику где-то в районе короче до 6 минуты уже статика должна быть на 3 то есть если до этого момента вы в принципе можете вот вот сейчас вы еще можете как бы если к вам придет толпа юнитов к примеру центрами там кинуть пару филдов и сделать рекол на вторую базу байдреем пожечь юнитов и отменить там газы и базу то есть чтоб не терять ресурсы в момент когда уже база становится вы попадаете в такую как бы дилемму отдавать вот это все уже на халяву или нет а если зерк сейчас прибежит толпой как бы придется отдавать поэтому чтоб не отдавать вот вам нужны пара батареек и фотонка вот выходит первый mortal заказывается второй и отсюда у нас уже начинаются какие-то дальнейшие переходы то есть посмотрите у нас следующая контрольная . 6 минут это третья база готова полностью насыщена смотрите на эту экономику 6 10 нас полная экономика трехбазовая и от полной трехбазовой экономики мы уже просто взрываемся мы видим примерный состав примерная ситуация по крепу когда он там к нам нашу сторону пойдет не пойдет чем он пойдет и отсюда просто взрываемся в продакшене отсюда мы просто взрываемся начинаем делать уже все 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 подряд то есть это в темплар архивы оставлю роба бэй это будут и колоссы это будут и штормовики ну и в принципе это и есть мой план полнейший макро как бы стиль сейчас в районе в 66 40 к нам могут начать прибегать там тараканы и прочая всякая нечисть с ними мы будем справляться краски с помощью вайдрей с помощью батареек фотонок но и вот этого всего ну буквально к восьмой минуте уже могут прибегать там тараканы бейлинги гидро бейлинги и прочее к восьмой минуте вы должны через этот стиль обязательно прийти к шторму нужен сплэш вот и здесь собственно мы его и учим сплэш плюс 2 будет сейчас блин скорее учиться после того как колоссов начинаем вот я начинаю делать колоссов добавляем гейтов вот приходит приходит первая армия тараканов скорее всего она не будет драться нет подходит пытается убить мне штурмовика в принципе убили штурмовика тут мы отбились небольшая небольшой такой отряд просто попробовал нам как-то навредить вот делаем уже колоссов и соответственно вот наша армия посмотрите знаете на эту сумасшедшую армию на самом деле мы выходим на 9 минуте у нас 150 лимита и у нас плюс 2 на атаку у нас дальность колоссов есть у нас 12 гейтов у нас четыре штурмовика если по ней не сдохли но один а так три осталось 3 архона 4 immortal то есть это просто шар смерти на самом деле он реально он идет он идет и будет крушить я заказываю скорее всего не знаю обычно две призмы заказывают посмотрим в этой игре будет или нет чтобы продолжать прессинг с двух сторон первая призма летит вот сюда чтобы поддерживать подкреплением именно вот эту армию 2 призмы обычно отправляю сюда потому что если бой затягивается нужно зерга растягивать и то есть пока мы прессингуем эту базу сюда будут забегания наши вот ну и в это время пока мы на 9 минуте выходим конечно же следующий план это четвертая база выходим прессинговать чистить крип это армия сложнейшая на нее тяжело навалиться лимита конечно не ну не 200 то есть нас по количеству не очень много но это мощнейшая мощнейшая армия то есть она обладает просто огромным уроном вот ежесекундно точнее секундно то есть просто вот только мы начинаем встречаться с врагом очень очень катастрофический урон потому что сразу же наносят залп архоны и мортала и колосса и просто все испаряется плюс еще шторм в поддержку вот мы видим начинается наша первая стычка мы кидаем штормы отходим назад кидаем шторм еще раз отходим назад и все и сплэшем пол армии срубили все он идет отступать меня за ним принципе пока не гонюсь какое-то забегание в принципе всегда можно кинуть супер батарейку но это неважно забегание естественно эта идея не самая лучшая то что у нас армия просто катастрофическая идет и крушит надеюсь ребят надеюсь вам реально этот пил понравился и вы попробуете его поиграть потому что смотрите насколько он прост и гениален да то есть насколько мы быстро получаем экономику посмотрите просто на эту катастрофическую армию в 9 минуте это реально очень 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 крутой билд поэтому собственно пользуйтесь а с вами был тэг не забываем поставить лайк ну конечно же подписаться кто не подписался вот так что сила протасов